В прошлый раз я стал говорить о устойчивых процессах и устойчивых случайных величинах, которые имеют характеристическую функцию, которая пишется так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А когда θ отличается от этих чисел, мы имеем распределение, которое частично находится на положительной и частично на отрицательной полуосе. Но что я хотел сказать, когда θ равно нулю, значит, когда устойчивая случайная величина симметричная, плотность является решением уравнения дробного порядка, который пишется так. Субтитры делал DimaTorzok Вот X принадлежит к веще звеновой оси, T положительный. И что это значит, я стал об этом рассказать в прошлый раз. И мы начали рассматривать потенциал Рицца, который пишется так. Интеграль от нуля от минус бесконечности до плюс бесконечности X минус T альфа минус 1FT. И альфа не должно быть целое число. И минус. И потом мы стали ненадолго проверять, что такой потенциал имеет полугрупповые свойства только когда альфа меняется в промежутке 1 бета и альфа плюс 1 меняющийся в этом интервале. Но потом, после этого мы должны ввести определение, производное в смысле Рицца, который появляется здесь. Вот, D альфа, Dx, альфа F определяется следующим образом. Один делион на два косинус альфа п делион на два. W плюс альфа F, W минус альфа F, это что мы назвали производные в смысле Вайла. или в явном виде, это значит равно 1 бельон на два косинус альфа п делион на два. Гамма М минус альфа, Дм, Дx, М, интеграл от нуля да плюс бешканиесности ФТ на Х минус Т альфа плюс 1 минус М ДТ плюс минус М степени М, как вы видите здесь, появляются производные фузмисли Вайла, которые мы называем, производные, производные д, hard, мы говорили в предыдущих лекциях и они отличаются от производные римана любили потому что интеграл начинается с минус бесконечности x и здесь от x до плюс бесконечности идея такая мы хотим показать что плотность связана с характеристической функции устойчивого распределения является решением этого уравнения поэтому каким-то образом это уравнение играет такой же роль как уравнение теплопроводности для переходной функции броновского движения еще и я хочу сказать что обычно для устойчивого распределения мы не знаем в явном виде плотность только в случаях когда альфа равно двум это нормальное распределение когда альфа равно единице так уж и когда альфа равно 1 2 мы имеем инверс норма и еще когда альфа равно 1 3 когда плотность можно выражать через функции эйли 3 симметричный это нет это я сказал говорил что можно выражать в явном виде плотность связано с характеристической функцией только в особых случаях например когда альфа равно 1 2 плотность сосредоточена на положительной полосе и называется инверснорма закон леви иногда закон леви и совпадает с распределение время первого достижениях какого-то уровня броновское движение но и конечно я сказал что например когда это равно нулю и это равно нулю распределение инверсиметричное например в этом случае и в этом случае а когда это равно единице она сосредоточена на положительную полосе это бывает с обратным нормальным распределением есть от другие распределения которые имеют совсем на другой вид но для нас когда это равно единице если мы возьмем обратное преобразование в фурье и 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 такой вид и минус бета в степени t д бета эта функция является решением этого уравнения в дробного порядка по пространству где такой оператор определяется этим образом и конечно альфа меняется в примежутке м минус 1 и м м целое число сейчас можно можно показать что если мы возьмем наше уравнение d по dt равно минус d x альфа д альфа возьмем преобразование фурье и и здесь я писал место бета гамма но это тоже самое интеграл интеграл и и бета и гамма x dx если мы можем доказать что это равняется минус гамма в степени альфа а интеграл от минус без конъясности да плюс без конъясности гамма x ух т дт и с этой д под эти интеграл ух т и на обозначаем преобразование лапласов как у гамма т ду под эти равно минус альфа минус гамма степени альфа т q это дает нам право говорит что действительно такое распределение связано с характеристической функции симметричная устойчивая устойчивого процесса является решением уравнения которые имеют такой вид поэтому очень важно вычислят преобразование фурье это той вещь и это мы делаем так а мы возьмем случай когда альфа меняется в интервале от единицы до 2 кстати альфа должно быть всегда меньше 2 и больше нуля когда альфа больше 2 обратное преобразование фурьера это функция которая меняется где меняется знак поэтому это не настоящая вероятность распределения я имею ввиду когда мы пишем что характеристическая функция устойчивого процесса имеет такой вид альфа должна быть меньше 2 и больше нуля когда альфа больше 2 получается функция которая меняется где меняется знак это не вероятность распределения мы делаем наше вычисление при образовании фурье этой производной в смысле рица когда альфа меняется в этом промежутке пишем так интеграл и гамма х т альфа д х альфа функция ф х д х равняет минус кос альфа п диллион на 2 да и гамма х миллион минус сякенте минус кос альфа альфа д д х интеграл от ф д х минус кос альфа квадраг d расцвет إنки Wallace и гамма х арг 검찰 минус t, степени α, минус 1, dt, плюс 1, γ, 2, минус m, производительная второго париатка, d, по-дx, интеграл от x до плюс бесконечности ft, деленное на t, минус x, в степени α, плюс, минус 1, dt. Почему мы пишем так? Потому что мы возьмем определение производной в смысле Ritz, когда α меняется в этом интервале. m равняется 2, здесь появляется производная второго париатка. И, конечно, m везде надо заменять числом 2, везде. Поэтому, если вы делите такую замену, вы получите такую интеграл. Гамма 2, минус α, да. А, минус α. Правильно. Потом, сейчас мы делаем интегрирование этого производной и получим следующий результат. минус 1, делионный на cos, α, π, на 2, минус i, γ, в степени 2, γ, 2, минус α. И, integral, ад, минус, плюс, бесконечности, плюс, бесконечности, э, γ, x, и dx integral от минус x x минус t степени 1 минус alpha числитель f от t dt плюс такой же integral e γ x integral от плюс x это t минус x в степени alpha минус 1 f от t dt мы используем свойства преобразования Fourier производные второго порядка мы имеем такой результат когда конечно эта функция сходится к плюс бесконечности с первой производной сейчас надо изменить порядок этих двух интегралов и получится так минус минус i гамма степени квадрат дельоны на 2 кос alpha p дельоны на 2 гамма 2 минус alpha integral от минус бесконечности до плюс бесконечности f от t dt integral integral от t до плюс бесконечности x минус t степени 1 минус alpha и гамма x dx плюс плюс integral конечно вот этот integral от минус бесконечности до t t минус x степени 1 минус alpha t и гамма x d x сейчас мы делаем замену здесь x минус t равно x стих и здесь t минус x равно t стих и имеем следующий результат минус t гамма в степени 2 0 1 2 cos alpha p на 2 гамма интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности ft и и гамма т и гамма умнож на интеграл от нуля да плюс минус 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 alpha и гамма x плюс интеграл от нуля x и минус и гамма и гамма д x и консяк от получим тако интеграл От нулях, да плюс бисканер, бесконечности x 1 минус альфа, cos гамма x dx. Замечаем, что альфа меняется в этом промежутке. И когда x стремится к плюс бесконечности, это сходится к нулю, а когда x стремится к нулю, она стремится к плюс бесконечности, но медленно. И можно делать такой интеграл, есть разные подходы к исчислению этого интеграла. Мы можем использовать свойство функции гамма, который имеет такой вид интеграл от нуля и минус x w x в степени альфа минус 1 dx. Когда альфа положительный, это можно писать как гамма альфа, деленное на v в степени альфа. Мы используем это свойство функции гамма. И тогда этот интеграл имеет такой вид. Только этот интеграл. Остальные части пока мы игнорируем. Здесь появляется преобразование фурье функции f. Больше не надо добавлять. Сейчас интеграл от нуля до плюс бесконечности функции x 1 минус альфа cos гамма x dx. Можно писать так. 1, деленное на гамма альфа минус 1. Интеграл от нуля до плюс бесконечности d w. cos гамма x dx w в степени альфа минус 2 d w. Уже написано. Мы используем практически это свойство, который дает нам возможность представить такой интеграл в этом виде. Тогда, меняя порядок интегрирования, это становится гамма альфа минус 1 интеграл от нуля до плюс бесконечности w альфа минус 2 и интеграл от нуля до плюс бесконечности e x w минус и гамма плюс e минус x w плюс и гамма деленное на гамма альфа минус 1 по x это по w и пишем эту функцию как через формулу Euler так что и такой интеграл можно исчислить получиться 1 деленное на гамма альфа минус 1 интеграл от нуля до плюс бесконечности w в степени альфа минус 1 W квадрат плюс гамма квадрат D W это более-менее известный интеграл но можно височить взгляд так можно еще писать один делионы на гамма альфа минус один интеграл от нуля плюс бискриньесности E Y Y гамма квадрат интеграл от нуля плюс бискриньесности W альфа минус один E W квадрат D W D Y можно представить такую функцию как результат интеграла по Y потом это дает гамма альфа минус один интеграл от нуля до плюс бискриньесности E Y гамма квадрат делионы на два Y со степени альфа делионы на альфа и это интеграл дает имеет такой вид E minus L L степени альфа минус один DL практически мы делаем такую замену Y W квадрат равно L и тогда мы сейчас можем делать такую интеграль это гамма практически функция гамма и в конце концов через замену получим окончательный результат 2 гамма альфа минус один один делионы на гамма квадрат степени минус альфа плюс один гамма один минус альфа делионы на два еще это можно представить так гамма альфа гамма один минус альфа делионы на два два гамма альфа минус один гамма квадрат гамма в степени минус альфа вот потому что это пишется как гамма гамма сайн гамма в степени два все в степени минус альфа делионы на два и получится такой результат вот сейчас мы делали вычерение этого интеграла поставим что мы получили здесь и можно делать упрощение вот сейчас отсюда мы имеем гамма квадрат минус гамма квадрат и плюс гамма квадрат потом здесь можно использовать не знаю как называется по-русски reflection formula формула отражения функции гамма и можно писать п делионы на два кос альфа п делионы на два гамма минус альфа син альфа п делионы на два и гамма квадрат гамма в степени минус альфа сейчас сейчас вот это уходит и здесь можно использовать вот это умножим на два дает п степени гамма альфа альфа это син п альфа и гамма 2 минус альфа гамма альфа 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 минус 1 я забыл гамма альфа минус 1 еще раз мы используем такую формулу гамма z гамма 1 минус z p sin p z и имеем вот p можно просто писать здесь минус sen п альфа диллион на п и это упрощается вот син син минус гамма в степени альфа это что мы хотели получить что какое заключение мы можем делать мы стартовали с таким уравнением уравнением делали производную преобразование фурье обеих излагаемых и получили что здесь имеем производную по t равно минус гамма в степени альфа у это именно что дает нам возможность говорить что обратное преобразование фурье устойчивый процесс который имеет симметричное распределение является решением этого уравнения каким-то образом это уравнение может можно рассматривать как уравнение теплопроводности для устойчивых процессов мы знаем что правновское движение имеет переходную функцию которая является решением уравнения теплопроводности и так то же самое можно сказать когда мы заменяем производную второго порядка с производной в смысле маршера риц просьбой раз я вам сказал что рис писал свою диссертацию в швеции я посмотрел диссертацию не знаю почему но я не нашел вычислений в этой диссертации может быть есть другие статьи я знаю что все селяются на него потому что феллер в 51 году тоже писал короткую статью посвященную к этому делу и он показал что для несимметричных устойчивых случайных величин процессов обобщение этой производной которую я вам рассказал сейчас и показал что действительно и для несимметричных устойчивых процессов можно строить уравнение которое которому удовлетворяет плотность этих устойчивых несимметричных процессов все забыли об этом я не нашел другие статьи кроме в книге Самко Кильба Смаричев есть что то который связывается с этой тематикой поэтому как вы видели в течение этих лекций есть много понятия производные дробного порядка классический как Риман Дювилл Маршо Вайл Риц и Капуто Джабашан которые были введены в 60-х годах которые для тех которые занимаются уравнениями дробного порядка имеют преимущества потому что они требуют начальни условия с целыми производными поэтому считается что самое удобное для дробного исчезления понятие дробного производной это определение в смысле черба Капуто я сейчас хочу рассказать о возможных применениях этих понятий и вначале я думаю что можно рассказать как можно обобщать понятие Башановского процесса теория вероятности Башановский процесс это может быть самый простой процесс естественно возникает желание строить каким-то образом в каком-то образе дробный дробный Башановский процесс и действительно такой такая идея возникла недавно 9 лет назад была написана первая статья посвящена к дробному Пашановскому процессу и я сам занимался этими вещами хочу об этом рассказать с несколькими подробностями сейчас несколько слов о обыкновенном однородном Пашановском процессе который имеет параметр ламбда положительный мы знаем что вероятность того что в уме времени t число событий равняется k удовлетворяет такую систему уравнений дп по dt это минус ламбда плюс ламбда p k минус 1 t положительный k больше или равно единице и с начальными условиями которые пишут можно писать так 0 когда k больше единицы и 1 когда k равно нулю вот известно что это процесс который имеет независимыми приращениями который имеет независимые приращения и распределение которое совпадает с пошуновским распределением такого типа вот функция производная функция вероятностей для n от t является решением этого уравнения равно ламда у минус 1 g q t q меняется в этом примежутке g q q равно единице и g функция производная производная функция вероятностей определяется так t k t когда k меняется от нуля до плюс бесконечности вот это все известно уже сто лет может быть дальше больше а что происходит если мы заменяем здесь здесь и здесь производную супроизводной в смысле джербаша на капуто вот d ну pk dt ну равно минус ламда pk плюс ламда pk минус 1 и если ну меняется в промежутке от нуля до плюс единицы можно только вести одно начальное условие которое имеет такой вид такой же начальное условие нулю когда k больше равно единице 1 когда k равно 1 вот такое уравнение для каждого k для ну который меняется в этом промежутке можно разными способами решить и можно еще делать то же самое для производной функции распределения значит писать в этом виде производную и писать ламда u минус 1 g u t я помню что производная в смысле чербашана капутто когда ну меняется в этом промежутке надо воспринимать так как интеграл от нуля до t у д с у с у д с дилеон на т минус с степени альфа вот 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 так как мы предполагаем что ну меняется в этом интервале здесь появляется производная первого порядка и остальное практически не меняется ну ну здесь это ну вот можно делать такое вычисление где мы Удобнее для получения распределения дробного промышленного процесса использовать производную функцию вероятности с начальными условиями G от U к 0 равно 1. И обычно, как мы видели, когда мы изучали уравнение диффузионного типа, мы возьмем преобразование Лапласа по Т. И делаем так. И делаем так. И мы знаем, что преобразование производной в смысле Джербашана Капута дает Му в степени НУ, интеграл от 0 до Э, Э минус Му Т, минус Му, НУ минус 1, ГУ 0, равно Ламда У минус 1, И интеграл от 0 до плюс бесконечности, Э минус Му Т, ГУ Т. И оттуда вытекает, что преобразование Лапласа в проекционной функции распределения имеет такой вид. Мы знаем, что это равняется 1, поэтому мы имеем Му в степени НУ плюс Ламда У минус 1. Это связано с функцией Му Т, и поэтому можно писать в этом виде, что ГУ Т равняется Э ну 1, минус Ламда, Ламда, Ламда У минус 1, Т в степени НУ. Вот такой результат, если мы хотим проверять, что результат правильный, надо вычислить такой интеграл, Му Т, Э ну 1, Ламда У минус 1, Т в степени Т, ДТ, и мы получим вот этот. Это обратное преобразование Лапласа по времени этой функции. Вот, поэтому если мы представляем функцию металлолефла в виде ряд, и оттуда можно извлечь распределение, которое имеет такой вид ПК ну АТ равняется. Сумма, Р меняется от К до плюс бесконечности, Р делионный на К, минус Р, Р минус 1 в степени Р минус К, Ламда Т, ну в степени К, в биллионный на гамма Ну Р плюс 1. Вот, если мы здесь проверяем, что происходит, когда Ну равно 1. Мы знаем, когда Ну равно 1, функция металла Лефлера совпадает с экспоненциалом. И получится, когда Ну равно 1, Э, Ламда У минус 1, Т. Это обыкновенная функция, производная функция распределения для Пашановского однородного процесса. А когда Ну отличается от 1, мы имеем такое распределение, такую функцию, и от этой функции можно получить в явном виде распределение дробного Пашановского процесса, который имеет такой вид. К сожалению, он достаточно сложный, но можно переписать следующим образом. Можь битта Луч. Ламда, ну, степени, К, диллионный на К. Р меняется от нуля до плюс бесконечности. Р плюс К факториал. Р факториал минус Ламда, Т, ну, степени, К, диллионный на гамма, ну, Р плюс К, плюс 1. Здесь тоже можно проверять. Если Ну равняется 1, мы получим нам известное распределение Пашановского процесса. Потому что здесь мы имеем Р плюс К факториал, который уничтожает это. И ну равно 1, это экспоненциал. И поэтому оттуда можно извлечь экспоненциал Э минус Ламда, Т. И здесь это совпадает с тем, что мы уже имели. Поэтому дробное распределение Пашановского процесса – это что-то сложнее, чем мы знали, но не так страшно. Практически этот ряд имеет такой же роль, как экспоненциал. Например, интересно замечать, что происходит для самих простых вероятностей. Вероятностей, что в момент времени мы имели только, мы не имели события. Это равно Э Ну 1 минус Ламда, Т в степени Ну. Вероятностей того, что равно Нулю. Это дает время ожидания первого события. А П 1 Ну, Т это Ламда, Т Ну, деленное на Ну. И Ну Ну минус Ламда, Т в степени Ну. Когда К больше единицы, например, когда К равно 2, П 2 Ну, Т, уже становится слишком сложнее. Но можно написать Ну квадрат 1 минус Ну. Ну, Э Ну 2 Ну, минус Ламда, Т в степени Ну. Плюс Э Ну Ну, минус 1, минус Ламда, Т в степени Ну. И так далее. Все эти формули возникают от общей формулы для распределения. Например, математическое ожидание такого дробного процесса. Математическое ожидание событий растет как линейная функция времени. А здесь растет как Т в степени Ну. И когда Т маленький, растет меньше, быстрее. Когда Т больше единицы, он растет медленнее, чем у обыкновенного пошлоновского субития. Еще другое большое отличие. Дисперсия Ну от Т отличается от математического ожидания. Имеет такой вид. Гамма Ну плюс 1 плюс Ламда Т Ну в степени 2. Ну это 1 делён на 2 минус 1 Ну гамма квадрат Ну. Можно проверять, когда Ну равно единице. Дисперсия и математическое ожидание совпадают. Когда Ну меньше единицы, они отличаются. Вот возникает такой вопрос. Какое отношение имеет дробный пошлоновский субитий с обыкновенным пошлоновским процессом? И для одномерного распределения мы имеем такое отношение. Мы имеем такое отношение. Н Ну от Т равняется, мы пишем, индистрибьюшн с однородным пошлоновским процессом, который высчисляется в инстанты Т в Ану от Т, где это случайная величина, распределение которого имеет такой вид. Эта функция, которую мы обозначаем через У-стрих-два-ну-С-А-Т, когда С положительный. И эта функция имеет очень интересное отношение с решениями диффузионных тропных уравнений, потому что они выражаются так. У-С-Т равно 2-У-ДНУ-С-Т, когда С положительный, и 0, когда С отрицательный. Это время. Это должно быть положительный. Его распределение должно быть созристоточено в положительную полуосу. И получается от решений такого уравнения уравнение Вот в первых лекциях мы изучали тропные уравнения в этом виде. Когда, ну, меняется в промежутке от нуля до двух. И еще, когда ну, меняется от единицы до двух, надо добавлять еще одно начальное условие. И мы изучали вот этот. И мы видели, что это представляет обобщение известных уравнений матфизики. Вот они, решения этих уравнений возникают и в этих контекстах, когда надо изучать распределение постановского процесса. Значит, распределение дробного постановского процесса в момент времени совпадает с распределением постановского процесса, однородного постановского процесса в момент времени Т, 2, ну, а Т, распределение которого получается от решений уравнения этого типа, которые совпадают с уравнениями, которые мы изучали раньше. Иначе говоря, можно говорить, что распределение нашего процесса можно писать так. То вероятность того, что n, ну, а Т равняется К, равняется интеграль от нуля до плюс бесконечности, n, n, s, равно К, вероятность того, Т, ну, Т принадлежит в этом промежутке. Вот, это практически, что было написано здесь, распределение этой случайной величины совпадает с распределением этой случайной величины, которую можно писать так. И мы, если мы хотим проверять это, мы должны воспоминять результаты решения этого уравнения. мы знаем, что вероятность того, что Т принадлежит ДС можно выражать через функцию Райта. минус, ну, один, минус, ну, минус, с, степень Т и это тоже можно писать в явном виде, как ряд, суммать, ну, да плюс, без, как и есть, ности, минус, с, делион, на Т К К факториал гамма минус, ну, К плюс один, минус, ну. И если вы, ими ити, К гамма минус, ну, К плюс один, минус К. А, ДС. Слева ДС, значит, это событие. А, ДС. С, 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 С. И еще ДС. И С. С, С тоже, С. Нет, Т здесь, и здесь С, и здесь Т, и еще С, Т, и здесь ДС. Потому что это зависит от Т. В момент времени Т, такая случайная вещичнена, принадлежит к этому примежутку с этой вероятностью. И это результат решения этого уравнения. Вот, чтобы показать, что действительно так, мы можем взять, правильно? нет, это Райт, функция Райт, Райт, функция Райт пишется так, W альфа бета х равняется сумма х в степени К, К факториал, гамма альфа К плюс бета, где альфа больше минус 1, бета положительный, х принадлежит к исчезновенной оси. Вот это определение функции Райт. И мы видели, что это обобщение функции Бесселя. Если мы хотим проверять такой результат, мы можем так делать. Мы возьмем преобразование Лапласа обеих излагаемых и получим следующий. Я настаиваю на это, потому что очень удобно видеть, какие отношения существуют между дробным постановским процессом и обыкновенным постановским процессом. Это только предыдущий процесс, который имеет новое время, где время течет другим образом. . Спасибо. 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 Тогда мы делаем преобразование Лапласа этого. И мы имеем интеграл от нуля до плюс бесконечности И минус Mu от t dt. Лучше отсюда начинать вычисление. Интеграл от нуля до плюс бесконечности И минус ЛАМДА ИГРЕК ЛАМДА ИГРЕК степени К К факториал. И потом надо писать вот этот. Сумма М от нуля до плюс бесконечности Минус ИГРЕК Т степени минус ну М деленное на М факториал Гамма минус ну М плюс один минус ну. Здесь я назвал Перемену по Для интегрирования по S А здесь по Y. Остальное это Действительно так. Потому что Это дает Такое распределение Написано этим образом И сейчас Можно писать так. Интеграл от нуля до плюс бесконечности Миняем Париадок интегрирования ЛАМДА ИГРЕК ЛАМДА ИГРЕК в степени К К факториал И сумма А другой интеграл Дает Сумма от Нуля до Плюс бесконечности Минус Y М Деление на М факториал Му в степени Ну М Плюс Ну Минус один. Просто мы делали Внутри интеграл По Т Этой функции. Видите? Получается интеграл от нуля А Да Плюс бесконечности И в степени Му Т Т Ну Му Плюс Один минус один ДТ И это дает Гамма Один минус ну М Еще 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 какой-то Т А Т минус Т минус ну Я не писал Т минус ну Должно быть еще Здесь должно быть еще Но это Т Деление на Ну Вот Поэтому Здесь Появляется Минус ну Минус ну И Это дает Один Минус ну Минус ну М И это Минус ну М Минус ну М Вот И если мы Учитываем Результат такого Интеграла Мы Имеем Это результат И сейчас Мы можем Суммировать Этот ряд И Получим Му В степени Ну Минус один Ламда В степени К Деленный на К факториал Интеграл От нуля Плюс Вечкой ясности И Минус Ламда Игрек Минус Игрек Му В степени Ну Му И К Игрек И Это дает Му Ну Минус один Ламда Плюс Му В степени К К Плюс один И Ламда К Значит Мы Висчисляли Преобразование Лапласа Этого Этой части Равенства Сейчас Надо Делать Тоже самое Для левой части И Для левой части Можно Так Делать Интеграл До плюс Беской До плюс Конечности Р Плюс К Факториал Минус Ламда Степени Р Гамма Ну К Плюс Р Плюс Один Интеграл И Интеграл От Нуля Оттуда Вытикает Следующий Результат Ламда Ламда Му Степени Ну Р Вот Здесь я Использовал Такое Отношение Р Плюс К Факториал Дельон На К Факториал Равняется Минус Р Плюс К Плюс К На Р Минус Р И В конце концов Получается Отсюда Что Результат Равняется Ламда Степени К Деленый На Му Ну К Плюс Один Плюс Ламда Му В степени Минус К Плюс Один И После Упрощения Мы Получим Ламда В степени К Деленый Ламда Плюс Му К Плюс Один Это то же самое что мы получили из второго излагаемого Вот это дает нам право говорить что для каждого времени Т распределение дробного постановского процесса совпадает с распределением обыкновенного однородного постановского процесса в точке время Т на 2 ну в темнике распределение Которое является связано с решением дробного диффузионного уравнения вот это очень удобное представление потому что мы все знаем о этом процессе и просто меняем меняя время процесса мы получим наш новый процесс У нас достаточно долгий опыт с этими уравнениями и первый раз когда получили такие странные отношения я был очень удивлен а когда Они возникают у разных процессов больше меня не удивляет но все равно надо быть уверены что они правы еще вопрос который часто возникает когда я рассказываю эти вещи они были публикованы в 2009 году поэтому они были получены в 2008 году приблизительно Часто говорят спрашивают почему вы называете это процесс это тоже это только совпадение с одномерными распределениями вот я сейчас если у меня но сейчас нет времени но следующий раз я вам покажу что можно строить процесс Ваш обновления Ваш обновления Называется процесс обновления Который Строится так Мы Предполагаем что Мы Начинаем Наблюдать Процесс В уме времени Нул Ожидание До Первого Появления Нового Времени Имеет Это Распределение Этого Вида Потом Когда Проявляется Первое Первое Субитие Мы начинаем снова Ожидать второе Субитие С этим же Распределением Значит мы Заменяем Экспоненциальное распределение С этим Распределением И Строим Процесс Восновления И в любом В моменте Т Распределение Этого Процесса Восновления Восновления Совпадает с тем Что мы Получили Как решение Этих Исходных Уравнений О которые мы Говорили Поэтому Мы имеем право Говорить об этом Я хочу Сказать Что Была Короткая Статья Написана Ласкин В 2004 году И он Не говорил Производный Фузмизли Джарбашана Капуту Как я вам сказал Это Понятие Игнорируется В книге Самко Кильба Самаричев Только В последние годы Стал Получить Больше Известность Он Начинал Свою работу С Уравнения Где Появляется Производный Фузмизли Римана Льювилья Но он Получил Такое Распределение Он Не Проявлял Никакого Никакой Заботы О том Что это могло Быть процесс Мои Соотечественники Майнарди Скалас И Немец Который Итальянскую Фамилию Горенфло Писали Статью Я Эту статью Не видел Была Публикована В Вьетнаме И где они Строили Процесс Восстановления Они Тоже Игнорировали Другой Подход А только В нашей статье Мне кажется Мы получили Что Первый подход И второй подход Совпадают И мы Имеем Представление Нового процесса Который имеет Такое распределение Мы изучали Такие распределения И Применяли К разным Вещам Для меня Было очень важно Видеть Что происходит Когда Мы изучаем Стокастические Движения На плоскости Когда Изменение Направления Происходит Когда Наступают Субития Этого процесса Вот Это Для сегодняшнего дня Достаточно Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует